доброго времени суток вот я сегодня решил поговорить с одним человеком который имеет большой опыт в магнитных двигателях то что он делал и он решил поделиться со мной некоторыми наблюдениями зовут его андрей мой тезка я тоже андрей вот и мы сейчас запишем небольшое видео он расскажет точнее дополнит то чего наверняка я не знаю и даст некоторые как говорится обзор как на самом деле делать видео перед этим я снимал видео с латышом который рассказывал дал некоторые просвет я сейчас заказал магниты благодаря тем кто мне подбросили донаты я купил магниты сейчас 60 штук те что нужно 30 на 10 и сейчас андрей также поможет дополнит некоторые расскажут свои наблюдения да андрей можешь на рассказывать да ну в общем привет я хочу дополнить но это не касается вообще магнитных двигателей касается общих принципов на которых основывается вот это вот в т.г. сама вот вечное движение до которой мы пытаемся достичь это принцип на которой вообще устроена природа а вот тот видео который я тебе прислал я сейчас покажу его на ролике у себя на мониторе чтобы проще было то есть вот человек берет колесо вот он берет колесо видел и вот обрати внимание что колесо не начинает крутиться до тех пор пока он не поймает определенную точку вот смотри вот сейчас шарик вот раз видишь как бы не крутится не крутится вот видишь не работает смотри дальше не работает вот ну слушать на этом видео короче видно что сразу начинает крутиться есть еще одно видео этого же самого он так немножко сдвигает магнит назад и шарик поднимается выше и колесо начинает крутиться смысл какой я вот это самое колесо в программе для проектирования наш такого фрактальная геометрия стакральная геометрия вот я вот это колесо полностью занес в программу для проектирования и взял вот эти все соотношения то есть взял диаметр шарика к диаметру колеса и все расчертил там кружочки кружочки пересечения вот эти вот все то есть там как по рыбникову знаешь и получились очень точные соотношения то есть после того что там диаметр штатика который у меня получился там 31 миллиметр там или 65 там или там 75 и это был очень точный кружок который по сакральной геометрии имел отношение к общему кругу то есть там откуда все это идет всю эту тему еще начал джон килли да знаешь у него там были установки когда он звуком запускал то есть он подошел поиграл на дудочке то есть выдал какой там мажорного трезвучия и у него начинали вращаться установки откуда это все идет это идет от природы установка которая должна работать как бтг она не будет работать за счет энергии которую она вырабатывает она будет работать только за счет механизмов поддержания ее природой как бы то есть а что такое природа и и что ты им вкладываешь в эти слова объясню например если взять катушки мишина они работают как он объясняет формируется торф пространстве что называется в данном случае тором то есть вообще условия формирования тора то есть когда идут две встречные силы он же говорит у меня катушки работают на встречных потоках все понятно то есть у тебя вот идет вот так линия да например вот у этого шарика у него первая сила которая на него воздействует это сила так называемой гравитации да то есть его давит вниз а вторая сила его давит вбок то есть у нас получается что шарик то есть представь вот эта точка в пространстве и на нее давит и в эту сторону и да вот точка где они пересекаются какое какая должна быть пространственная фигура сформироваться что ее давит и сюда и сюда ну какая то есть она должна крутиться вперед и вбок то есть это получается ее как бы выворачивают сюда и сюда и у нее как бы дырка образуется понимаешь образуется тор вот в чем дело то есть точка пересечения двух сил образует тор тор это и тор это единственная пространственная фигура работу которой поддерживает внешняя среда то есть например дельфины пускают пузырики да видел колечки такие воздушные почему почему они не разваливаются потому что внешняя среда поддерживают потому что все состоит из вот это по теории торсионных полей состоит из по одним и тем же законам это волны звука света там любых и вибраций колебаний они по одним и тем же законам распространяются и только тор это устойчивая фигура пространстве то есть если ты создашь пушку например вот фашистская германия это еще мишин рассказывал да они создали пушки которые стреляли торами по самолетам то есть они очень сильно там создавали давление очень сильно закручивался и летел далеко воздушный это вот торовый сгусток да энергетический торовый сгусток я правильно понял нет просто воздух тупо вот они взрывали в камере да через маленькую дырочку вылетал воздух под большим давлением и так как сопло было расширяющимся его как бы вот так вот закручивала при при выходе и образовалось кольцо есть есть такое видео где ломают просто стену понимаешь воздушно да да то есть и думаешь почему вот ну логически же ты как рассуждаешь вот я сейчас стрельнул да и у меня вот воздух вот так вот развалился а он закручивается в кольцо и продолжает лететь почему почему это происходит что заставляет это кольцо удерживаться вот это очень интересно и на этих принципах работают катушки на этих принципах вообще принципе построена ну вся материя как в пространстве ну да это я согласен то есть движение электронов движения протонов нейтронов они все движутся и по тору движутся именно по принципу тора ты тоже увидел да да откуда это как откуда все это идет и давай попробую я вот в этом немножко это значит вкуривать короче идет вот откуда например джон урал килли давно еще выкладывал свои работы но он говорил что да люди еще к этому не готовы конечно это он объяснял там разжевывал например у него есть аппарат который там сверх ли позволял поднимать плиты там какие-то ну короче большие каменные глыбы от земли и у него описан механизм как это все работает все это идет от гармоничных волн то есть если рассматривать систему надо конечно показывать на пальцах не показать вот ты знаешь гитару да видел когда-нибудь у неё на гриф на грифе есть три точки каждая точка она является если ты будешь зажимать струну в этих точках это будет является называется это лады да то есть три точки это лады мажорного трезвучия понимаешь да то есть отлично это еще упростит больше если взять две волны которые являются гармоничными друг другу в рамках одной замкнутой системы ну например в рамках замкнутой системы для самого простого понимания берут можно взять лады ты которые вот идет процентное соотношение три четыре и пять то есть если взять струну и начать играть на ней тебя зажмешь первой точке у тебя будет колебание номер один это будет гармоничный звук а как ты слышишь что он гармоничный только за счет того что ты как человек как то что создано природой ты тоже построен по тем же самым законным принципам все части тела все клетки все что в тебе есть она созвучна природе и она может различить что такое гармония что нет она в она в тебе в каждой клетке сделано соответственно ты слышишь что такое гармония понимаешь так вот ты берешь струну зажимаешь у тебя звучание пошло зажимаешь вторую тебя звучание то есть длина струны удлинилось но звучание тоже является гармоничным потом третья точка тоже гармоничным если взять соотношение длин первой первого зажатия второго то как это объяснить то То у тебя получится, что в процентном соотношении, там не важны размеры, важны соотношения У тебя будет, например, если упростить это все, не в частотах, все это рассматривать, а в таких простых единицах То у тебя будет вторая точка это 4, а первая точка это 3 И если даже вот так просто на простой математический язык это вынести То у тебя 2 катета 3 и 4 формируют гипотенузу 5, если это будет треугольник Отсюда, теорема Пифагора, она отсюда вылазит Непонятно, да, ничего? Сейчас я тебе попробую объяснить У тебя есть время еще? Ну, если ты поймешь, о чем я говорю, ты просто, ты сильно удивишься, насколько все просто Я сейчас покажу это видео Ты знаешь, что такое платоновые тела? Платон это, не помню я кто, философ, мыслитель, который, как бы, математиком он вычислил 12 тел, при помощи которых, форм которых можно описать все пространство, которое нас окружает, любой предмет Грубо говоря, вот эта штучка, да, она состоит там, ты ему все эти тела в нее затолкаешь много-много раз, и ты ее пишешь, ее форму, понимаешь? То есть, что любая материя, она раскладывается на вот простейшие тела, которые он написал Да, 12 платоновых тел, можешь посмотреть Почему я об этом сейчас говорю, а не о БТГ? Потому что для того, чтобы понять, как среда должна поддерживать работу БТГ, ты должен понять, что такое среда и по каким законам она работает Именно поэтому говорят, что человечество не готово, потому что люди, которые пытаются нахрапом прийти и взять больше энергии, чем они могут потратить Они не могут понять той значимости, которая заложена в этих знаниях Если ты понимаешь эти знания, и ты никогда не сделаешь ничего плохого в природе, потому что понимая это, ты понимаешь такую свою сильную созависимость с окружающим тебя миром Которая никогда тебе даже мысли не позволит допустить сделать что-то плохое кому-то И все это скрыто в том, что я сейчас рассказываю И это и есть принципы и законы и секреты, как работает БТГ Оно все отсюда истекает Поэтому они не говорят, а говорят думай, думай, думай Ты если дойдешь до этого умом своим, тогда ты точно не навредишь, когда у тебя будет БТГ Ты не сделаешь из него бомбу и так далее Так вот Вот у тебя картинка идет Это гриф гитары и три волны У тебя идет синяя волна, видно ее, нет? Синяя, зеленая и красная Откуда они взялись? И видишь, вот они вот здесь вот внизу вот так вот красная идет Самые большие идут Это самое Три герца получается, да? Раз, два, три холмика Потом Зеленая, самая короткая Раз, два, три То есть получается, три, но она почаще относительно нее, но она... Видишь, где заканчивается? Сейчас, подожди, я тут попытаюсь по-другому Я вот, честно говоря, то, что я здесь рассказываю, я это не мог понять очень долго Прям вот, я когда понял... А ты мне вышлишь эти чертежи и вот этого всего Да без проблем, это видео есть Я просто его не мог понять Я не мог понять, зачем это все надо, честное слово Когда до меня дошло, я просто, я реально плакал, сидел Вот это вот и есть вот эти вот кружки, да, которые вот рыбников-то рисуют То есть, если можно взять вот так вот общий круг, нарисовать большой Видишь, у тебя в центре четыре круга будет Видишь? Вот Потом у них еще два вот кружка, да Вот это и есть вот эти самые полуволны То есть, все вот это рассматривается в рамках одного цикла Вот это вот один цикл В рамках которого у нас идет Ага В рамках которого у нас идет, вот смотри Чистота номер, это у нас идет Третье зажатие Она у тебя вот такая вот идет Потом зажатие номер два Это у тебя зеленая струна Чистота зеленая Вот это вот, зеленая Так идет И фишка-то в чем? Откуда? Зачем это все надо? Когда ты вот эти все лады Например, ты взял вот эти три струны Три гитары взял и зажал на первой На второй, на третьей, на всех трех И пустил звук одновременно Когда пройдет Двенадцать циклов по пять Вот таких вот Я вот это вот не могу понять, как они это вычислили Почему вот именно такое соотношение Через двенадцать циклов по пять Единиц равных отрезков Равных отрезков Они у тебя снова сомкнутся В новую В новый цикл пойдут То есть они у тебя расколбас, расколбас, расколбас Вот такой А вот тут они образуют Новый цикл, понимаешь? То есть опять эта точка равна вот этой точке Как бы на старте Понял, да? Так вот Так вот Все вот это является единицей Так как тут шестьдесят То есть у нас отсюда идет Шестьдесят секунд Шестьдесят минут Короче, это то Как пространство все это работает А вот здесь показываются Направления Блин, это Я, слушай, извини, не могу вот так Слов подобрать Я это не объяснял никому словами Я не могу слов подобрать Чтобы выразить понимание Короче Сейчас подожди Я подумаю как Хорошо Давай опустим, допустим Вот это Ты увидел То, что я хочу объяснить Это может быть Это сейчас даже и не нужно А ты увидел Что Вот это все Является гармоничным для уха звуком Три, четыре, пять Смотри дальше Я тебе сейчас покажу Зачем это надо Вот я не мог понять Ну и что Гармоничные волны Ну и что Ну да Что с этим делать Да Как это можно вообще Использовать А, вот Вот смотри дальше И теперь Мы смотрим вот такое видео Что если взять Эти волны Если взять эти волны То есть у нас внизу Вот эти волны Я тебе которые показывал Внизу у нас волна Под номером Пять Это третье зажатие Пять герц Вверху четыре Они являются гармоничным Если их От длины Длины волны Не взять Наложить друг на друга Или их пропорции Как-то поделить Они будут гармоничными При наложении Друг на друга И смотри Что происходит Когда Они складываются Вместе Вот у тебя Одна пять А вторая четыре Вот смотри Вот они движутся А в серединке Вот это Результат их наложения Движение Видишь Видимо Движение Больше Вот взяли Допустим Волну Шесть И пять Пять герц И шесть герц При наложении Видишь Движение Больше И чем больше Чистота То есть тут уже Шестнадцать И пятнадцать При наложении Тем выше скорость Вот в чем дело И Смотри Сейчас Вот они При наложении Они образуют Видишь Вот они Складываются Вот в этой точке И образуется Такая вот Абра-кадабра Такая каля-маля И здесь И здесь И здесь И если Обрисовать Их Их контур То у тебя Формируется Вот третья волна Ну это все По законам Как бы Гармонически Это не противоречит Это все Это все Понятно И физики Эту фигню знают Вот Видишь Это волна Больше Так вот К чему я Все это Начинал То вообще К тому Что При Образовании Двух Стречных Волн Волна Которая Формируется Результирующая Она Является Большей По длине И В пространстве Она Выражает Как Блин Как У тебя Вот так Вот идет Две волны Одна волна Я чувствую Как ты Угасаешь Что Интерес Пропадает Я Это Чувствую Информация Смотри Вот они Вот так Идут У тебя Волна Идет Вот так Вот Шарик Крутится У тебя Грубо говоря Волна Вот так Его давит Вторая Вот сюда Давит И вот сюда Крут И сюда Крут Образуется Тор У Тора Три оси Вращения Среда Формирует Третью Ось Вращения Которую Ты никогда Вращения Вот этих осей Оно Идет Сюда Джон Шарик Металлический В песок И начнешь Эту среду Вот так вот Трясти Как ты думаешь Что с шариком Будет Он будет Всплывать На самом деле При вибрации Шарик Начнет всплывать Ты можешь Это проверить А он не пойдет Вниз Тело При вибрации Тело Движется В сторону Где инертность Что в данном случае Подразумевает Массу Движется В сторону Где инертность Меньше А не больше Он начнет Всплывать И Фишка Какая У этого Всего фокуса В том что У него Три гироскопа Один стоял Вот в такой оси Один вот в такой Да А третий Вот в такой Два из этих гироскопов Соответствовали Тону Которому Он не соответствует То есть Ты взял камень Например И тебе нужно понять Что нужно сделать Чтобы этот заставить Камень вибрировать В пространстве Для того Чтобы он начал взлетать Как бы То есть Ты начинаешь По нему Словом Бить молоточком И Слушаешь Отклик Этого камня Когда у тебя Отклик Амплитуда Ответ Максимальный Да Это у тебя Потом Ловишь его Частоту резонанса У этого камня Дальше Нашел ты резонанс Частоту этого камня Тебе нужно Тебе нужно Вот эту Частоту Получить Не путем Подачи Этой Частоты На него Тебе нужно Создать Мажорное Трехзвучие Чтобы Сама Среда Заставила Его Вибрировать Тебе нужно Подать Два Встречных Потока О том С чем я сейчас Разговариваю Чтобы сформировался Тор Ты должен Результирующую Частоту Разложить На Две Частоты Вот при наложении Которые Вот как я тебе На картинке Сейчас на видео Показывал Вот на этой Чтобы Чтобы вот эта Вот чистота Она являлась Чистотой Которой Резонирует Камень Понимаешь У тебя Получится Что Если ты Подаешь Резонансную Чистоту Просто так На камень Ты как бы Толкаешь его С одной стороны Он у тебя Никогда Никуда не полетит Ну вибрирует И вибрирует А когда ты С одной стороны Подаешь Вот эту волну А с другой Вот эту И А вот Молоточком Бьешь Я же говорю Так Стоп Давай сделаем так Это мне напоминает То что Опыты проводил Этот Как его Блин Сейчас Вспомню Он при помощи Ультразвука Заставлял Камни Левитировать Ты не помнишь Как его зовут Этот Такой Знаменитый Знаменитый Коралл Его замок Построил Не 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 Он живет По-моему В Англии У него куча приборов И он там Предметы у него Сплавлялись Там Имя такое Блин Крутится Вот Баляха Слышал Но не помню Про что он говорит Я честно Слышал Он не только Говорит Он опыты проводит Он при помощи Как бы Направляет На Разные предметы Определенные Частоты То что ты Скорее всего Что у него Две частоты Плюс у него Еще стоит Микрофон Улавливающий Для того чтобы Обратную связь С предметом И благодаря этому Или предметы Левитируют Взлетали И они там Ну Как бы Получается Даже камни Там Или еще что-то Там Ну тяжелые гири Они взлетали Вверх То есть У него Прямо на видео Да Как взлетают Так Я же тоже Да Как-то так Ну да Вижу Вижу Одну из сфер Применения Свободной энергии Нулевой точки Могут стать Технологии Реактивных двигателей Еще более Впечатляющие Эксперименты Хатчессона Граничивают С паранормальными Явлениями Они вызвали Значительный Интерес Среди военных Научно-исследовательских Лабораторий США Мы произвели Образ А ну да Я узнал Вчера же Я его видео Смотрел Просто я Не забыл Что его Хатчессон Мы видим Что происходит Когда у себя В гараже Мне вот интересно Что у него За излучатели Вибрации Потому что Это не излучатель Это скорее всего Как мне объяснили Это у него Микрофон Для того Чтобы То есть Как бы Уловить Резонансную частоту Предмета А излучатели Они находятся В другом месте Сбоку Но там много У него аппаратуры Я как-то Даже есть Сайт где-то И у него там Блин Ну не знаю Наверное На миллион долларов Разной Аппаратуры И он всю жизнь Проводит Разные эксперименты А я понял Как он делает У него На мой взгляд У него Автонастройка Идет Происходит Сдвиг Измерений Он микрофоном Он микрофоном То есть У него два Стоит устройства Которые генерируют Чистоту Она Она перемещается Двигается У него Меняется Чистота И когда возникает Резонанс Микрофон Улавливает Возникает Мазорно-трезвучие И автонастройка Прекращается Он может Активировать Энергию Нулевой точки И спровоцировать Активные Внешние реакции С гравитационными Волнами Явление Просто понимаешь В чем дело Вот Для меня Что например Непонятно Из этого всего Устается Мне кажется Что Древним Было гораздо проще Брать И передвигать Большие камни Потому что У большого камня Очень низкая Резонансная частота А что у них Там было Из подручных Срез Да Ну Свистульки То есть Тебе нужна Частота звука 400 килогерц Например Это Это большие камни То есть Легко было Добыть этот звук Механическим способом Ну вот так Физически что-то Сделать такое У тебя бы Частота была А когда такие Маленькие предметы Делают Я даже не знаю Сколько там Какие там Килогерцы Ну вот Я тебе Показал Какая суть Вот этого всего У него устройства Я не думаю Что там Мегагерцы Скорее всего Что у него тоже Килогерцы Только если Допустим Для большого камня Нужно там Допустим Даже не килогерца А герцы Допустим Там 200-300 герц А для маленького Нужно просто больше Вот и все Да Ну как ее получить Ну вот Никто не знает На самом деле Его эффект Ну фактически Я не видел Что кто-то Повторил Его То есть Не так все просто Окей Как бы Давай так На сегодня Достаточно Думаю Спасибо тебе большое Я думаю Что Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо тебе большое Спасибо тебе большое